Все пророки, все рассказывают о том, что с Россией пойдет с рождения. От чего? В первых, я считаю, что это как раз идея национальная, которая у нас родилась, национальная идея поместья, которая реально будет распространяться как более гармоничный образ жизни, более правильный. Второе, то, что сейчас происходит с финансовой системой, то, что Россия смещает с мировой сцены нефтедоллар, это тоже связано как раз с вождением не только России, но и всего мира. Какая-то сейчас внутри идет процесс, в нашей стране возрождение. Также на мировой сцене, в политике, то, что сейчас идет, как раз такое движение, это тоже часть процесса освобождения мира, можно сказать, от гнета, от всех угнетающих систем искусственных. Сейчас происходит постепенный переход к более разумному образу жизни, к более здоровому, естественному просто существованию, более гармоничному, которое не противоречит природе, не уничтожает весь мир, не уничтожает самого человека, не уничтожает природу. Счастье-то в чем? Во-первых, быть здоровым, да? То есть все начинается очень просто. Счастье начинается с собственного здоровья. Когда у тебя руки, ноги здоровы, когда твое тело здорово, тогда появляется энергия, да? Потом выкинуть уничтожающие мысли своей головы, то, что реально губит. И мы все знаем, что это есть, да? Там какие-то негативные эмоции, там ненависти, раздражения и так далее. Это тоже очень важно, потому что это все в одном комплексе тела с духом связанное. И поэтому сложно быть здоровым, когда у тебя даже в здоровом образе жизни, если мысли негативные, уничтожающие, там с ненавистью, это тоже разрушает. И это вот самое главное. Дальше создавать среду вокруг себя, которая благостная, вот, например, природа, да? Питание, переходить постепенно на более благостное питание. Мы все знаем, как этот процесс происходит. Это постепенный отказ от мяса, вот, рыба, постепенно вегетарианство. И потом уже, когда человек меняет свою осознанность, энергетику, есть возможность переходить на такие прям природные совсем способ питания. Это так называемое сыроедение или живое питание, вот. Оно дает максимальный эффект по уровню здоровья, энергетики, осознанности. Это такой длительный процесс, но все это возможно для каждого человека. И дальше появляются другие мысли, другие состояния, другие осознания. От этого меняется мир вокруг самого человека и дальше распространяется по всему обществу. Ну, смотри, я могу даже по себе сказать. Я приехал из города. Там у меня бизнес и так далее, и так далее. Я чувствую, энергия уходит. Я думаю, все, надо на природу выбираться срочно. Я приехал сюда, и за три дня у меня поднялся уровень энергии. Я прям чувствую, как мне начинают переть. Я хочу отжиматься, качаться. То есть у меня уже прям сама среда это питает. И в этом уже появляется счастье. Мы, как говорят в классике, работаем, тратим здоровье, зарабатываем деньги и опять же тратим их на здоровье. Это круговорот такой получается бесконечный. У меня давно такая мечта была создать пространство, в котором ты можешь отдыхать, которое тебя наполняет, которое всегда есть. Это твоя родина, которую ты творишь. И оно все расширяется, увеличивается, это пространство наполняется любовью. Каждое растение тебя чувствует. И оно даже плоды приносит для тебя, которые реально полезны. Потому что оно имеет информацию о тебе. Ты можешь окунаться с утра, выходить на свое поле или купаться в своем пруде. Это твой личный пруд, и он никуда не денется. И земля, которая на поместье дается, она навсегда. И это прекрасно. Потому что у нас много примеров, когда остается человек без жилья. А это своя земля, которая живая, постоянно развивается. Ты в нее вкладываешь, там появляются дети. Каждое растение тебя питает. Все рядом. Свежий воздух. А дом, свой дом построить самому. Это же так прекрасно, когда ты знаешь, что каждый предмет сделан тобою. И в нем заложена твоя душа. Как это наполняет, вдохновляет на самом деле. Не что-то покупное, а реально сделанное своими руками. И какая гордость у мужчины может появиться, что вот он построил дом. У него есть своя земля, в которой он ухаживает. Есть женщина, которая хорошо в этом месте. И она может расслабиться, воспитывать детей. Вообще это прекрасно. И когда в большое хозяйство появляется много детей. А у нас всегда была традиция больших семей. Сейчас мы теряем родовые связи. Родственники друг друга уже не знают. Или там в городах люди даже не знают, какие у них соседи. А так появляется большая семья. Дети уже становятся самостоятельными. Потому что они помогают друг другу. Потому что все заняты. Дети не воспитываются бездельниками. У них есть чем заняться. И у них есть ответственность. И так все больше у нас будет появляться ячеек больших красивых семей. На прекрасных территориях своих обустроенных. И так это можно реально сделать рай на земле, который начнется с России. И пусть нам нужны еще технологии, которые нам пока что помогают. И в то же время есть уже очень много технологий, экотехнологий. Есть целые уже институты, которые разрабатывают электричество, чуть ли не бесплатные по технологиям Тесла. То есть все это возможно. Экологичные биотехнологии, экологичные техногенные технологии. Технократичные все эти способы. Но они тоже могут быть максимально приближены к природным. В принципе, у нас все есть для того, чтобы реально создать рай на земле. Поэтому, ну все к этому движется, на самом деле, я уверен. И слава богу, что это начинается с России. Потому что, ну, видимо, так суждено, то, что мы находимся между Западом и Востоком. И у нас есть возможность вот этой синтеза и комбинации и западного, и восточного подхода. И вот мы можем в себе это совместить и распространить уже на весь мир гармоничный, благостный образ жизни и мыслей. Знаешь, меня реально зацепил образ России, который был описан в книгах Анастасии. Несмотря на то, что я довольно давно прочитал их, не знаю, может быть, лет почти 10 назад, но этот образ никогда у меня не выходил из мыслей. И я сейчас больше вижу, как это воплощается реально. Хотя это похоже на чудо какое-то, да? Ну, это реально происходит, люди зажигаются. И я вижу гармоничную Россию. И даже на уровне правительства сейчас это начинает поддерживаться. То есть реально будут создаваться все больше и больше поместья, которые будут по всей России распространены. И все больше совершенства будет в их устройстве. Все больше информации будет появляться и уже появляется. Как это делать, как это правильно делать. Все больше будет прекрасных примеров, красивых, обустроенных мест. И вот в таком виде я вижу страну. В то же время мы можем технологии какие-то оставлять. И чем мы больше будем жить в пространстве любви, которое мы сами создаем, тем больше способностей будет раскрываться. И тем меньше нам нужны будут технологии. Тем больше у нас будет включаться телепатия, ясновидение. Потом, возможно, телепортация, которой мы все мечтаем. И только в фильмах фантастики, да, пока что это наблюдаем. То есть все это возможно. Человек является реально творением Божьим. Постепенно, постепенно мы все больше будем отходить от технологий. Все больше возрождая, восстанавливая, усиливая свои изначальные способности. И дальше весь мир превратится в цветущий райский сад.